Разрешите, я закрою дверь в здании карантина. Не, ну скажите там... Все телефон, вся информация по указанным телефонам. Центральный телефон, я звоню два месяца, уже не могу, мне вышли, кто это держит. Из пенсии я не сижу без копейки. С похожими проблемами сегодня сталкиваются многие барнаульцы. Как выяснилось, горожане не осведомлены о новом режиме работы приставов. А между тем, служба в карантинном режиме еще с 24 марта. Вот уже второй месяц, приемные дни только вторник и четверг. А записываться нужно заранее. На сайте по телефону или через инфостенд в здании управления. Здесь сразу идет разъяснение гражданам, что предварительная запись у нас осуществляется не более 30 дней. Со дня следующего за текущим на имеющиеся свободные даты. С пенсии вышли 7 тысяч. За что? У меня газа нету и печное отопление. Вот пришла разобраться, за что они с меня высчитали. А через интернет вы можете записаться? У меня нет интернета. Не отвечают. Вот 6 телефонов у меня. Ни на один не отвечают. Впрочем, сложности с записью могут испытывать даже те, у кого нет проблем с интернетом. Прием онлайн доступен лишь для владельцев учетной записи на госуслугах. Остальным советуют звонить на горячую линию. Номер в Барнауле 29 59 46. Удаленно можно, конечно, решить вопросы. Если, например, также вот арест счетов, либо запрет транспортного средства, не обоснованно наложен человек, также по этим телефонам может обратиться и решить вопрос удаленно. В течение суток такого как бы незамедлительного характера рассматриваются вопросы. С начала пандемии принимать стали в три раза меньше людей. Раньше в коридорах всегда собирались очереди. До 9 июня прием не вели и вовсе. Теперь добиться очной встречи с приставом можно только по талону. И не день в день. Через личную приемную ФССП. То есть записали достаточно быстро. Время было. Вопрос мой пристав очень быстро решил. Вопрос у меня был запрет на регистрационные действия. Автомобиль продаю, просто вот узнала в ГАИ случайно. В здании службы судебных приставов теперь строго соблюдают дистанцию. С посетителями общаются через пластиковые экраны, рассаживают далеко друг от друга. Но теперь очереди собираются у входа в здание. Здесь можно оставить документы в бумажных коробках и попытаться записаться на прием. И здесь про самоизоляцию не думают. Главное решить вопрос. Дарья Демилер, Николай Шелко. День с толком.